Старое общежитие Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Кричкова капитально ремонтируют условия студентов, создают на федеральные деньги. Как выглядят обновленные комнаты, увидел Александр Сульдин. Новшества сразу на входе. Бдительному вахтеру помогают биометрические сканеры. Двери общежития теперь не закрываются на ночь. Только для своих, конечно. Есть и другие изменения. С недавнего времени после ремонта у нас появилась замечательная комната для самоподготовки. Компьютер с большим монитором можно подключиться к университетскому облаку с программами. Очень кстати для будущего архитектора. Александра как раз получает такую специальность. Помню, когда я приехала на первом курсе, несмотря на бурную, активную, интересную студенческую жизнь, все-таки хотелось иногда попросить «мама, забери меня, пожалуйста, домой». Многие студенты так думали, когда впервые видели общежитие. Здесь полувековое здание из силикатного кирпича. Стены продувались ветром. Сквозняки, старая проводка и трубы. Сейчас совсем другое дело. Раз, два, три, четыре, пять. Пять добротных стиральных машин известной корейской марки. Принадлежат арендатору. Студенты активно пользуются. Достаточно скачать приложение, по которому можно занять очередь. И можно оплатить карты. Вот здесь, в терминале. А вот эти ванны и краны принадлежат уже университету. И горячая вода здесь круглый год, вне зависимости от работ энергетиков. В здании появился собственный бойлер. Четыре десятка комнат теперь светлые и тёплые. Ремонтировали комплексно, отделывали помещение, меняли все коммуникации, ставили противопожарную сигнализацию. Защитили стены утеплителем и вентилируемым фасадом. И это обеспечение тех условий, в которых может находиться тот самый силикатный кирпич. То есть фасад будет сохраняться. Здание предстоит ещё 50 и 100 лет. Ремонт обошёлся в 65 миллионов рублей. Деньги поступили из госказны. Это часть народной программы «Единой России». Наказ от студентов. Деньги целевые. Они шли непосредственно. Не учебные корпуса, не хозяйственные корпуса, а именно студенческие общежития. Депутаты-волонтёры молодой гвардии партийный десант оценили качество выполненных работ. Остались довольны. Александр Сульдин, Александр Ведерников. Новости ОТС.